всем привет и добро пожаловать на мой канал сегодня у меня новый лайф-влог кому интересно оставайтесь со мной приятного вам просмотра сейчас раннее утро буду готовить завтрак разогреваю бутерброд который сделала с вечера ну и вот решила поставить на скорость видео как будет плавится сыр ну плавится он довольно средне поэтому видно совсем немного сейчас буду готовить кашу тара ну и овсянка как всегда стало все таки с этими весами удобнее ну как водится завтрак сегодня взяла синюю пиалку в белый горох семечки посушила но час еще эти очередные положила буду делать варенье тыквенное и сейчас поставила варить яйца отбираю этикетки поеду на кладбище вот такие яйца получились 9 штук взяла коробку на 6 яиц остальные придется видимо в другом контейнере вести вот так вот но остальные там кулич я покупала еще на пасху тогда ваша не очень выгодно приобрела ну и соответственно заморозила разделив на две части в общем все это уже оттаяло повезу на кладбище ну раз я не ездила когда положено поеду сейчас и в общем то все отвезу как положено же иду к метро погода классная теплая мне даже кажется я слишком как-то утеплилась но найти не угадаешь никогда поэтому уж лучше тепло быть одеты тем более не лето же на мне этот новый костюм теплые ботинки но вообще погода радует ощущение что весна перемены конечно резки что не может не сказываться на самочувствие я к сожалению метеозависимый человек поэтому я все это ощущаю вышла из метро волгоградский проспект и еду пешком на кладбище вариантов как туда добраться много у меня напротив платформа находится я могла доехать несколько остановок на электричке а потом уже на троллейбусе или же могла вызвать такси и еще кучи всяких вариантов кладбище колитниковская и очень удобно до него добираться вот у меня тут навигатор меня ведет потому что этим путем я иду впервые но я так понимаю что в следующий раз и когда я поеду мне будет удобнее ехать до площади ильича или до марксистской и вообще никаких пересадок не делать а здесь была одна пересадка но тоже прям очень очень быстро но идти здесь километр от волгоградского проспекта площади ильича будет чуть длиннее но это не критично так как ходить я люблю и мне проще как бы пройти подольше хотя метро мне нравится вот наземный транспорт не люблю такси меня тоже давно тяготит во первых кстати ценник взлетел хотя мне кажется сейчас он немного опустился но все равно неадекватно но и потом меня очень часто укачивает а тут новый маршрут и не знаю мне как-то даже это интересно и я так думаю что теперь именно таким образом будут добираться до кладбище и это даже повод почаще бывать потому что электричка меня правда напрягала в питере как бы спокойно отношусь к электричка здесь их просто на дух не переношу для видео тоже немножко хоть новенькая поснимать потому что вот здесь я не была никогда поэтому самой интересно посмотреть и честно говоря я иду по навигатору впервые со звуком но в том плане что с подсказками звуковыми кстати забавно удобно ну в общем скоро уже навигатор показывает что буду на месте в принципе судя по всему да уже подхожу но оказался неплохой район но по крайней мере интересные какие-то здания были архитектура в плане нам впереди тоже на уж погода просто радует вот тоже красиво снимаю на старый смартфон потому что он снимает лучше на стабилизатора как вы знаете тут нет как есть лучше так если просмотров будет больше то конечно же со временем куплю стабилизатор пока я конечно хотела одно время выбирала но потом поняла что пока это непрактично приобретать тоже вот интересное здание так я вошла на кладбище не с главного входа тот что был по пути мы посмотрим тут я тоже никогда не была в этой части ну вот впереди уже там виднеется церковь и где главный вход теперь надо найти могилу но я помню где но бывает что трудно найти так я уже убралась на кладбище воду отключили поэтому протерла просто влажными салфетками но это ничего страшно тут положила ку яйца кулич ну соответственно цветы положила поставила в две вазы вазы на цветнике нормальная то пластиковая треснула надо купить новую вообще это все весь был наш участок но вот вот здесь вот было незаконное захоронение причем очень очень давно в советское время но моя бабушка не стала ругаться типа не выкапывать же покойника а впоследствии оказалось что вот родственники но которые приходили убираться очень хорошие люди нашу могилу убирали мы их поэтому вот за это еще ухаживаю вот тут вот тоже все положила но это вот я сейчас уберу как-то так это туалет пардон кстати нормальный заходила в церковь поставила свечку написал записку а это я уже в нашем районе я хотела пройти до цска там было всего лишь 11 километров как вы знаете я и по 30 прохожу даже 31 так что для меня это не проблема но начался ураган в марксистской села метро так покупки морковь куриные спинки для собаки это верном я приобретала также лук взяла яблоко это я во вкус вели сыр тофу покупал или как он там правильно произносится но он был по акции 300 грамм за 118 или за 113 рублей хорошее было предложение взяла еще на пробу их творог мягкий обезжиренный посмотрим так но и хлеб целебный с цикорием тоже было интересно уже ведь этот сыр но я знала что он не будет плавиться но все равно было интересно сейчас попробую как хлеб и решила сделать себе все же какао потому что ну не знаю чай мне с бутербродом не хотелось кофе уже тоже все-таки вечер ну пусть будет какао без а сейчас я делаю еду на следующий день салат и бутерброд тут томатная паста авокадо сыр салатные листья причем здесь вот сыр вот этот тофу и хохланд делаю салат уже утро завтраку взяла другую чашку такую зелененькую и стакан под воду и миску в общем то любое чтобы как то себя радовать ну а так каша на улице хорошо иду с покупками из вкус вилл потом покажу что я взяла кстати вот эти перчатки на них нет таких штучек ну для сенсора но и старый и новый смартфон прекрасно работают с этими перчатками на улице в принципе тепло но у меня мерзнут руки поэтому я в перчатках иду гуляю потом зайду верный тоже вам кое-что куплю так по мелочи потом все вам покажу я уже пришла домой и во вкус вилл я брала зеленый базилик это в принципе редкость ну вернее как может быть для вкус вилла это не редкость но я недавно стала там все покупать раньше я один раз у них заходила брала клюквенный морс но дело в том что в общем ваша не и везде если продается то красный а зеленый он более на мой вкус ароматный в общем посажу его в горшок и мне хватит надолго стоил он 90 чем-то рублей на меня была скидка и по вот этой акции уже через приложение хотя это тоже я заказывала через приложение вот то что в каждом магазине там 6 товаров предлагают со скидкой так кефир за 450 кажется грамм цена у него 45 рублей в то время как конечно в пятерочке или верно можно литр взять назад 45 рублей но этот кефир он на 100 грамм всего 29 калорий получается если я правильно понимаю да поэтому хочу попробовать тем более что по скидкам он мне обошелся всего за 35 рублей также я заходила верный и взяла потасу ну там по 120 или по 112 или по 122 рубля за килограмм на завтра взяла себе два яблока для каши и для салата по 59 рублей за килограмм и взяла бегемотик бонди гематоген конечно сейчас нет такого гематогена как раньше там настоящего ну разве что может быть на украине еще хотя бы пару лет назад он был но в целом когда гематоген такой хороший мне просто рассказывала пару дней назад было не очень на улице и особенно в магазине была духота и поэтому я взяла думаю ну надо что-то взять относительно полезные и менее калорийные взяла гематоген съела батончик хотя вообще порция дневная пол батончика и вчера потому что погода была ужасно плохая мне периодически болела голова тошнила ну в общем а сейчас я уже взяла на скорой забирают соседку пожилую которая раньше помогала не знаю что там случилось но в общем забирают ее в больницу ну за весь этот год что мы не общаемся она на улицу не выходила и с ней были сиделки так тут у меня семечки и еще салат ну в общем да так возвращаемся к будничному я просто честно говоря даже не помню о чем я рассказывала вот потому что несмотря на то что как бы в августе до 20 но кто смотрит видео постоянно знаете что как бы не очень хорошо получилось что не совсем со мной люди порядочно поступили но вы знаете вот была обида потом я вообще успокоилась и оставила только хорошие вот сейчас когда я соседку увидела что ее увозят вы знаете вот я заговорила что мне было нормально сегодня а сейчас еще погода ухудшилась и ну видимо и погоды и плюс эмоции но сначала еще погода была нормальная а мне прям подурнела желудком стало плохо но и сейчас еще погода короче вот я но я понимаю что действительно у нас же с этой женщины был уж много хорошего и она сама по себе то неплохая просто так получилось скорее всего что я надеюсь мне все-таки все в порядке будет вот ну ладно потом я думаю узнаем что к чему у меня я просто хотела спросить у сиделки сиделка к слову женщина потрясающе там как бы две сестры они каждый месяц приезжают то ли из калмыкии по очереди а вот но они правда хорошие потому что я тогда в августе в сентябре но пару раз с ними пообщалась да и потом мы здесь встречались я уже туда не заходила мы так на этаже на улице встречались женщины очень хорошие такие добрые прям с душой ко всему подходит вот и сейчас вот я смотрю ее увозили она ее поцеловала а зою так что сиделки очень хорошие готовят классно вот очень замечательные вот в общем надеюсь все будет хорошо потому что по сути дела как бы обида она прошла на человека вот ну ладно я не помню по моему я про гематоген говорила ну как бы я два дня поскольку у меня естественно у меня сейчас в организме много чего не хватает поэтому я спокойно превышала дозу два дня вот ела сегодняшнего дня я уже думаю что я по 5 грамм буду есть нет если потребуется то половинку как бы дневную дозу но не знаю посмотрим вот потому что так то я запланировала по 5 грамм это меньше положенного но как бы это нормально бегемотик бонди это вообще очень хорошая марка потому что изначально я познакомилась с желейными конфетами которые продаются на почте виде бегемотиков они потрясающие но мне с заказом мила макеева ну вот раскраски антистресс иностранные она посредник я вот у нее заказывала у нее хороший магазинчик и она раньше вкусняшки с заказом добавляла вот и тут схватила смотрю тоже эта марка и она классная так что вроде все что я купила кстати базилик восхитителен просто восхитителен я возьму потом еще упаковочку посажу потому что аромат на всю кухню собственно надо посадить его просто незамедлительно в общем такие дела сегодня из основного по плану у меня снять два этих самых хобби влога на сегодня на завтра вот это видео озвучить смонтировать но там где требуется озвучка вот но если останется время в чем я конечно уже сомневаюсь мне нужно будет свалить варенье потому что у меня лежит груша лимон и апельсин и это все требует естественно немедленной варки ладно это видео буду завершать если она понравилась ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик чтобы не пропустить новые видео благодарю вас за просмотр желаю вам конечно же прежде всего здоровья хорошего настроения вдохновения до скорой встречи пока пока